Раз-раз. Раз-два-три-четыре-пять. Начинаем Макс Пейн играть. Всем приятного просмотра, с вами Казыков Фэмили, мы продолжаем играть в Макс Пейна. Присаживайтесь поудобнее, а мы в принципе погнали. Называйте про лайки, про репосты, приглашать друзей. О! Как во вторую часть всё рушится. Это нет, но она не орлится, ну ладно, насрать, бою мать, я кстати не знаю это Екатерина или это не Екатерина Нет, это скорее всего не пейт Унисти мазерфака Э, почему я на береты перешел? Алло Что это за хер будет? Бэйм! Скажи спасибо, что не Бэйм Так, подожди Мне нельзя было уходить, я должен сделать важные дела Ах, какие дела, да? Так, подожди Почему бы не сделать... Оно, оно падает? Катька не хочет падать Звучало двухсмысленно, ну да ладно Так, пойду я знаете чем займусь Так, подожди Нельзя на тарелочку позабивать Такое разочарование для... Мабса Бэйм Да ладно Это грусть, печаль, доска Так, ладно Я не остановлюсь Эта штука кого хочет остановит Отойди-ка Эта штука Это Ах 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 Эта штука Эта штука Вон Ты просто ангел, Макс! Я не знал, Моне это её сестра. Труд нельзя было узнать. Этот сумасшедший ублюдок явно получил массу удовольствия. Я увидел эту женщину и вспомнил другую, которая также лежала на кровати рядом с перевёрнутой колыбелькой. А, ну давайте на её лицо посмотрим. Бля, и правда чуть-чуть на Мону похоже так. Чего? Вертолёт! Вот я так и не понял, он собирался умирать или нет? Бля, тут красяненько прям, да? Всё-таки, прям решить творить чудеса. Оу! Это кто? И? Простите. Продержитесь. Он здесь, за дверью. Быстрее! Он охотится за мной! Быстрее, пожалуйста! Я слышал, как Пунчинелло вызывает по телефону помощь. Лучше бы он с ними попрощался. Пунчинелло был уже на пределе. Как только я вошёл, он завял, как двойка перед коровевским покером. Подожди, не стреляй! Я же делал только то, что мне говорили. Я не мог иначе. Она где-то там. Наверху, в правительстве, может быть. Я не знаю! Он пытался выдать больше времени, но у него не вышло. Нет, я ничего ему не сказал! А, это тройка. Это самая тройка. Это была речь, не ладно. Серьёзно? Они его убили? Такая картина прикольная. Такая, типа, его убили. Картина такая. Так, подожди. Бля, ну декстурки прям... Неплохо прорисованы. Так, подожди-ка. Стоп. Это ж обратно. А куда нам топать? Топать куда? Назад? Бросай пушку! Не двигаться! Игра закончена, Макс Пейн! Я всегда мог сказать, когда у меня есть преимущество. Сейчас его не было. Это была настоящая баракуда. В руке она держала дымящийся пистолет, а за её спиной стоял отряд наёмных убийц. Как мило! Я убью двух зайцев сразу! Рано или поздно это должно было с вами случиться. Мистер Пейн, пришло время продемонстрировать вам преимущество моей кухни. Будь хорошим мальчиком! Рано или поздно обнаружилось, что Леди Удача обыкновенная шлюха, а у тебя закончились наличные. Хорошие слова по поводу удачи поближе к небесам. Плачь небеса о любви и мечте. Плачь небеса о тебе, о тебе. Плачь небеса или капли дождя. Плачь небеса, а быть может и я... Ну ладно, это я так вспомнил старинную песню фабрики звёзд этой. Ладно. Я просто когда вспомнил вот это небеса, поближе к небесам. Джентльмены, здесь мы закончили. Отвезите меня в холодную сталь. Она вколола мне двойную дозу волетелина. Я чувствовал, как зелёное пламя пожирает меня изнутри. Они превратились в пар, в тени. У меня не было ни малейшего шанса. Эта ведьма прикончила меня почти так же вверху, как если бы прострелила мне череп в упор. Тени обступили меня. Их искорёженные окровавленные лица горели жаждой мести. Они слабые места и собрались, чтобы убить меня. Пол превратился в водоворот зелёной крови. Я упал. Плоть падших ангелов. Опять эта херня. Та ё-моё. Ну ничего, Макс выживет, наверное. Так. Кто это? Макс? Макс, это ты? Макс, где ты? Отзовись, пожалуйста. Нет, пожалуйста, не надо. Макс, нет, прости меня. Макс, не надо. Нет, Макс, пожалуйста. И... Макс, где ты? Отзовись, пожалуйста. Ты живёшь в комиксах, Макс? Ты живёшь в комиксах, Макс? Забавно. Дальше некуда. Хуже я и придумать не мог. Трубку, блядь, возьми. Бармен носит блестящий костюм, а сны делают из мёртвых колдунов. Он поёт, как сумасшедшие склоняйские габрики. Было плохо слышно. Кто-то дурачился и нёс всякую чушь. Я не мог ничего понять. Но меня не покидало сильнейшее ощущение дежавю, и голос звонившего был странно знаком. Так. Таинственный листок бумаги оказался опасным. В этом неразборчивом почерке было что-то неуловимо знакомое. Ты живёшь в компьютерной игре, Макс? Правда зелёным светом осветила мой мозг. Если скосить глаза вниз и влево, увидишь датчики здоровья и оружия. Постоянно повторяющиеся сцены, стрельба, параноидальное чувство, будто кто-то управляет каждым моим шагом. Я был персонажем компьютерной игры. Забавно. Дальше некуда. Хуже я и придумать не мог. Забавно. Не забудь это. Это всё валькирин. Наркотик. Выкарабивайся. Постарайся всё запомнить. Было плохо слышно. Кто-то дурачился и нёс всякую чушь. Я не мог ничего понять. Но меня не покидало сильнейшее ощущение дежавю. И голос звонившего был странно знаком. Так. Ага. То есть мы не можем выкарабкаться, да? И куда топать? Обратно, что ли? Тан-тан. Тан-тан-тан-тан. Капец. Опять эта хрень. Да ё-моё. все серьезно капец я должен теперь прыгать по этим хернем а дальше туда давай макс блядь а куда откуда я знаю куда топать я хамуха я вот это трэш какой-то реально и 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 Но добравшись до машины, я сразу отправился за город на завод «Холодная сталь». Для холодной зимней ночи на заводе было слишком шумно. Там рчали грузовики и суетились люди. У меня было преимущество перед этой ведьмой. Она думала, что я мертв. Мне нужно было попасть внутрь. Поездка окончательно измотала меня. Я уже потерял счет дыхания, которые открывались одно за другим. Здесь, на обледеневшей крыше под пронизывающим ветром, я чувствовал себя ниндзей из кинофильма. Мне некого было обманывать. В лучшем случае я оттенул на супермена с большим куском криптонита на шее. Полупустая промышленная зона в центре пустоты. Великолепное прикрытие для самых разных незаконных махинаций. Внутри напоминает... Ого. А мужики серьезно подготовились. Внутри, напоминая ведьминское варево, бурлило вздувался пузырями расплавленный металл. Размер ущерба! Чего? А, серьезно? У нас типа все забрали? Ладно. Так, подожди, а мы типа с крыши вернулись, да? Интересный поворот. Лоу. И че? Бля, я че-то нифига не понял. Теперь понял. Снег все падал и падал, как конфетти на празднике дьявола. Метель и не думал кончаться. Так. Ага. Тут ничего нету, да? Ага, ага, серьезные сопернички у нас, да? Найти ингресу варень, посторонний на базе! Выпадал. Э, подожди, о чем я? Кто появляется эта надпись, кто не появляется, хен его знают. Эй, подожди, а как? Готов, наш панк! Эм, сюда вылезли, кто-то, нет? Встречи! Да! ответ отрицатель еще за что это за херобором а это лава-лава лава 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 жизнь твоя шалава лава лава такая вот подлава так подожди отсюда открывались яблони и груши разливались реки над рекой выходила и дебил он подорвал нас нас чего и как реально показалось короче, что-то делать надо что-то делать надо надо почему сюда надо говорят э, почему кстати это ж просто ла 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 Открывай, пожалуйста. Дверьте нам слегка. Не люблю застревать в подобных уровнях. А что тогда делать? Ты серьезно? Можно было так? Что за... Да ладно! Не знаю. Нифига себе. Они прям рэн-бар. В огонь уже на руках! Французская атака! Ты представляешь? Они, небось, и во сне с пушками не расстаются. По именам их называют. М-да... А ты свою, значит, по имени не зовешь? Чего? Нет, конечно. А ты что зовешь? Ну, вообще-то да. Ну-ка, ну-ка! Ну, вообще-то... Дик судья! Стой! Маневр! Маневр! Периметр прорван. Оборудование повреждено. Повторяю, модуль Т-6 поврежден. Начинайте операцию слепой. Эти жаргонные фразы могли означать только одно. Они собирались уничтожить все улики и скрыться. Ключи ко всем загадкам ждали буквально за углом. Погласил. Опять же頃. Ооо. Такс. Не сюда. Не сюда. Не сюда. Принято! Что принято? А, и с той стороны что ли? Возможно проникновение! А, и с этой стороны? Моя хабула. Ой, все готовы! Повушка установлена! Повторяю, палушка установлена! Повушка установлена! не понял а куда дальше-то топать? алё и как в дверь, ой, не в дверь попасть а вообще куда-нибудь попасть, как? чего? чего-чего? вниз что ли прыгать? я угадал? или нет? походу что, блядь? в смысле? а, подожди а куда? подожди а куда? подожди сюда, что ли, или что? а куда? вот вы сволочь, а? Монитор указал мне путь На всех мониторах диспетчерской были разные диаграммы, кроме одного Подъемник Д-6 Он был где-то впереди, в самом сердце завода Подъемник Д-6 Подъемник Д-6 Подъемник Д-6 Подъемник Д-6 Подъемник Д-7 Продолжение следует... 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 Чопец? А, это вход. Да откуда я знаю, что-то там, как-то там, а? Ну, у кого это может быть? Серьезно? Ну, подожди. 6-6-5. Подожди, 6-6-5. Я же прав или нет? Ну, я же вел 6-6-5, разве нет? Установка была запущена, когда он умер. Жалкое существование этой лабораторной крысы завершилось. На экране мегалопароль 665. До числа зверя не хватало единицы. Немедленно прослеживайся. Дай же лупой катушку. Ну? Понятно. Эй, выпусти меня отсюда. Я ни в чем не виноват. Они... Выпусти меня, а? Спасибо. Я уже думал, так и помру там. Ты мне нужен, чтобы пройти через дезинфекционный шлюз. Ты с ума сошел? Ни за что. Эта штука сейчас сорвется. Выбирай туда или обратно в камеру. Ладно, ладно, сделаю, но ты все равно псих. Внимание! Внимание! Тимулик запалу! Процесс самолепридации зато. Недленно прослеживайся ближайший полбой катушку. Мы пойдем! 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 Время! Пойдем! Закрыть! Пойдем! Пойдем отдохнуть тебя! А потом можешь идти свободен! В школе не едем! Впадем! Не нужно вымы этого делу! Совсем не нужно! Продолжение следует... Ого! Жестко, жестко! Офигеть! На экране одного из терминалов отображался логотип проекта. Совершенно секретно. Проект Вальгалу. Армия США. Сеть Ингдросиль. Вальгалу. Место в скандинавской мифологии, куда после смерти попадают храбрейшие из воинов и где они пируют и сражаются друг с другом. Вальгалу. Валькирии. Девы, избирающие самых достойных и сопровождающие их Вальгалу. 1991 год. Цель исследования создать препарат, повышающий выносливость и боевой дух пехоты. 1995 год. Результаты неудовлетворительны. Проект закрыт. Кто-то решил продолжать эксперименты нелегально. Проект под угрозой. Утечка данных. Устраните препятствия любыми средствами. Красный гриб секретности. Удвойте дозировку для оставшихся испытуемых. Проведите исследования их поведения в городских условиях. Точка их высадки оказалась рядом с моим домом в Нью-Джерси. Этому файлу было три года. Иногда кажется, что все самое ужасное ты уже пережил, что дальше некуда. И тут надвигается беда еще ужаснее. Как изгнать из головы этот тихий голосок, шепчущий, что тебе надо радоваться. Что теперь-то уж твоя месть вполне оправдана по любым моральным меркам. Этот тихий голосок, бесспорно доказывающий, что я ад. Сюда, что ли? Надеемся, что туда. Что-то такое. Чего? А что, тут тупики, что ли? Ёбарасотэ. Что за? Начинается замоликвидация. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Ты собираешь мозаику, а уложив последний кусочек картона, узнаешь в картине себя, собирающего ту же мозаику. Городская легенда, ставшая реальностью. Подопытные кролики проекта Вальгалла были теми самыми наркоманами, которые убили моих близких. Все остальное было простой охотой за головами, которая привела меня к ней, к мисс Валькирии. Фабрика взорвалась и обрушилась огненным дождем за моей спиной. Все мои ориентиры были мертвы и превращены в дым и пепел. Я сбился с пути. Я не спал уже целую вечность. Да. Интересный поворот получается. Поворотик. Я был тощ, как скелет. Все это время я жил на пончиках недельной давности. Самое подходящее топливо для костра в моей голове. Я не помнил, когда последний раз видел солнце. Я постоянно переходил с кладбища на кладбище. В темноте Нью-Йорк изменялся до неузнаваемости. И песни сенатора начинают звучать фальшиво. И на улицах этого города, ночного Нью-Йорка, вершатся темные дела. Я сидел в круглосуточной забегаловке и пил кофе. Не помню, которая по счету чашка мерзкой маслянистой жидкости ожидала своего часа, когда со мной связался П.П. Что там стряслось на Роско-стрит? Макс, у меня тут проблемы. Нам нужно встретиться и решить, что делать дальше. Жду в 2.30 в гараже Квайр Коммуникейшнс. Чем больше я думал об истории с убийством Алекса, тем больше убеждался, что это сделал кто-то из своих. Это можно было предвидеть. П.П. продал меня мафии и теперь собирался завершить начатое. Макс, ты даже не представляешь, от чего отказываешься. Это же... Отлично представляю. Ты продажный подонок, который придал своего партнера за 30 серебряников. Отряд бандитов в метро. Вернее, не бывает. С Алексом ты, небось, так же говорил. Доверительно, а? Эту игру ты не выиграешь, Макс. Нет, но я позабочусь, чтобы вы ее тоже не выиграли. П.П. оказался очередным опереточным злодеем. Полицейский взяточник, трус, сбежавший с поединка, предоставив своим прихвостным довершить это грязное дело. А куда дальше-то валить? Непонятно, непонятно, да? Так, сейчас я посмотрю, сколько там... 50 минут? Серьезно? Так. О'кей. О'кей. Что за? Нифига тут повороты. Жестко-жестко. Нифига. 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 Там вы прям жесткий, я смотрю, ребята. Вот крыса жить хочет. Эта крыса хочет жить. Эта крыса хочет жить. Да у него тут патронтосов. Да ё-моё, в смысле я не попаду. Блядь, я же открыл, алё. Какого хрена? Приём. Чё за нахер? Ай ёб твою мать! Сколько вас, сука? Офигеть просто Не помню, чтобы я что-нибудь там поджигал, хотя огонь помню Да, забавно, забавно Так Ладненько Я думаю На этом мы остановимся, а там уже в следующий раз вернёмся Вот на этом моменте Так что всем спасибо за внимание Мы уже ближе к финалу Ну, я так думаю Так что всем до скорого Всем всего хорошего Спасибо за просмотры, за лайки, за репосты Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok